Дорогие друзья, всем добрый вечер. Сегодня программа подкаст «Сила в правде», 30 выпуск на русском языке. Это наша традиция, которую я буду стараться делать всё возможное и невозможное, чтобы каждый вторник мы видели с вами. И я мог бы вам отвечать на ваши вопросы на русском языке. Потому что такая потребность есть, согласно всем комментариям и письмам, которые я получал в личку от вас, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютубе. Значит, каждый вторник мы обсуждаем важнейшие события за прошедшую неделю. Ну и, соответственно, моё видение и видение нашей партии для решения тех или иных проблем. Итак, давайте по порядку. Значит, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что жара, событий у нас происходят в Молдавии, скажем так, я бы сказал, больше, чем обычно. Одни это связывают с тем, что это предвыборный год, и у нас в этом году пройдут президентские выборы, а на следующий год парламентские. Я же всё-таки считаю, что главной проблемой сегодня, это не предвыборный год. Главной проблемой нашей страны является то, что большинство руководителей сегодня на разных уровнях, которые у нас есть в стране, это самые некомпетентные руководители за всю историю нашей независимости. То есть, потому что то, что делают некоторые депутаты, то, что делают некоторые министры, не то, что вызывает вопросы, ребят, там вопрос, что я даже иногда не понимаю. Их нужно будет привлекать уголовно, за то, чтобы они отвечали за весь этот беспредел, или просто отправлять их в Костюженскую больницу, потому что некоторые вещи, которые не делаются, просто не укладываются. Значит, давайте по порядку. Я себе пометил то, что я хочу до вас донести, высказать своё мнение, потом я отвечу на ваши вопросы. Значит, вопросы вы ваши задаёте в комментариях, я буду на них, соответственно, отвечать. Итак, погнали. Значит, больше всего вопросов я получил от вас после абсолютно безумной выходки партии социалистов в конце прошлой недели, которая обвинила меня, нашу партию, примара Бельспеткова, повнимательно, в задержании его же напёрсточника, его же немножко волшебника, немножко мошенника, немножко социалиста, немножко просто больного Кинг-Конга на голову. Значит, причём не в задержании, а в организации его избиения. Для того, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда, и он больше не повторялся, я отвечу на него, может быть, немножко растянуто, но зато вы точно должны понять, для тех, кто не живёт в Бельцах, для тех, у кого нет знакомых Бельцах, чтобы вы понимали реальную картину, всё-таки, что это было. Итак, было опубликовано несколько видео. Первое видео было опубликовано, где на улице ещё светло, днём, когда, значит, как мной было установлено, некий Арсений, это человек из группировки Марошана, значит, был избит, как выяснилось, неким Николаем Иремчуком и Виктором Ёптуховским. Это вот те двое, которые на видео, которые как бы его побили. Почему я так детально объясняю? Для того, чтобы вы понимали, что, первое, Арсений не просто человек из группировки Марошана, а человек, который летал к Болгару в Москву и получил задание организовать кое-какие провокации в Молдавии, конкретно против Иремчука и Евтуховского. Значит, я ни в коем случае не оправдываю того избиения, потому что, в моём понимании, даже если, не дай бог, произошла драка, ну, дали одну плюху другую, упал человек, нет, его просто добивали, добивали очень жестоко, после этого подключился второй товарищ, это всё на глазах каких-то девушек, каких-то женщин, это на самом деле просто ужасная картина. Но, идём дальше по порядку, то есть, этот инцидент произошёл, этого Арсения побили, почему они его побили? Опять же важно, чтобы вы понимали, что все эти люди раньше были друзьями, и были в одной команде, с Марошаном, с Гришей в Москве и так далее. То есть, это дрались не чужие люди, это дрались знакомые люди много лет, которые в Москве дружили, выпивали, исполняли, и дай бог им всем здоровья, они знают, чем они занимались. Что происходит дальше? После того, как этого избили на улице, возле кафе, значит, в 23.24.00 туда приехал Марошан и Гологоз. Известный боксёр, очень многие спортсмены из страны мне звонили, спрашивали, а что, а как, правда, неправда и так далее. И начал Марошан там бить кулаком в ствол, где видео, покажите мне видео, порву, зарежу, туда-сюда, ну, короче. То есть, он там днём советует, в совете, ночью морчит. Окей. Значит, начали требовать видео, им показали видео этого инцидента, который произошёл раньше. Значит, об этом узнают спортсмены, которые днём набили шайбу другому Марошановцу. Значит, приехали туда, и они начали между собой ругаться. Кто кому сжёг машину, кто жаловался Грише в Москве, кто бегал, кто не бегал в милицию и так далее, но главный пункт конфликта, чтобы вы понимали, был Николай Григоришин, где они как бы говорят, а как вы с бойкой раньше Григоришина хайли туда-сюда и так далее, а сейчас вот вы там вместе целуетесь, возлагаетесь, коалиции и так далее. Значит, на что как бы Гологоз, спортсмен, может быть, молодой, не выдержал, как бы первый ударил, и пошла вот эта вся заруба. Значит, эти спортсмены, которые и били Марошана с Гологозом, и побили вот этого Арсения днём, это спортсмены ещё раз, они все были раньше друзьями одной компании, и с тем же Марошаном, Гологозом и так далее. Есть видео, например, опубликованное на странице Гриши Болгара, фонда Ифавис, да? Значит, видео вы можете забить просто там Николай Еремчук, Гологоз, Маршан, и вы увидите, как они друг другу там вручают боксёрские перчатки, медали там и так далее, и так далее. Значит, эти же спортсмены, они обиделись на то, что в своё время, значит, они на Григоришина как бы наезжали, потом они поругались между собой, тут они все сфотографировались, есть фотография гулять по интернету, что они решили там Колю поддержать морально, физически там предвыборную кампанию. Ребята, вот всё, что я вам рассказываю до сих пор, скажите, пожалуйста, при чём здесь усатый? Идём дальше. Значит, произошла эта драка ночью, вы её все видели. Значит, после этого, чтобы вы понимали, есть ещё одно видео, но его почему-то не показывают. А я хочу, чтобы его показали, пусть обратятся журналисты, в полицию оно есть, не понимаю, почему оно до сих пор не опубликовано. Значит, потому что после этой драки, что вы всё видели, у них была ещё одна встреча, ночью на заправке Луквелл. У Бельча не знаю, заправка Луквелл, Чентавр. Значит, где они пожали руки, побратались и помирились, и как бы попредъявляли друг другу претензии, кто за 2000 год, кто за 2021, кто за 2024, разошлись. Значит, утром, на следующий день, значит, есть аудиозапись заседания суда, куда их повезли всех на арест, они уже были там задержаны, кто-то сдался, я не знаю, всех этих нас, и меня не интересует. Но есть аудиозапись из суда, где Бельский, мошенник, лицемер, напёрсточник, шестёрка Гриша Болгара и памперс Дадона, значит, на суде говорит, у нас нет никаких претензий друг к другу. Это то, что он говорил. Значит, не надо никого арестовывать, мы отказываемся друг на друга там писать какие-то заявления, давать какие-то показания. Значит, и они ночью помирились, и Марышин сказал, это наш старый бытовой конфликт. Он выходит на улицу и на всю страну, что говорит? Спросите Усатова и Петкова. Спросите Усатова и Петкова. Ой, чтобы закрыть этот вопрос. Первое. Это старые знакомые. Все они между собой. Кто там старший, кто младший. Кто там ездил в Болгару два раза, кто 42. Кого Гриша вызывает, не вызывает, меня это меньше всего интересует. Меня задело одно, что в очередной раз они показали не только Марошан, а и некоторые представители партии социалистов, что они просто подонки, негодяи и лжецы. Сначала заявление партии социалистов. Это группировка Рената Усатова. Побила там Марошана. Провокация. Спасите, помогите. Марошан борется с коррупцией и так далее. Послушайте, ну просто мерзкие негодяи. Обращаюсь к негодяю номер один. Паша Войкун, он же Паша Пылесос, он же Паша Дай 500, он же Паша бывший министр внутренних дел. Который даже прической косит под Гришу Болгара. Просто есть менты, полицейские, а есть мусора, как Паша Войкун. Так вот, Паша Войкун – это мусор, мусорилович Мусорова. Значит, вот этот Паша Дай 500, как бывший министр внутренних дел, выходит и делает комментарий, что Марошан борется с коррупцией. он раскрывает хищения в Бельцах. И вот в ближайший месяц еще пройдут аукционные хищения, и нужно было выбить Марошана борьба с коррупцией из колеи. Уважаемые бельчане, уважаемые жители нашей страны, послушайте, Паша Войку, он не просто мусор, это просто подонок и мразь, которая, в том числе вот эту бригаду Марошана, пусть они были простыми солдатиками, когда Болгар отправлял людей с Москвы, когда готовили мое похищение в 2020 году, когда и Марошана, в том числе, поймали вместе с ними в гостинице «Астория», где они заряженные, готовились к покушению на Усатого и так далее. Значит, Паша Войку, вот этот мусор, это был тот, кто преступников, которые были в розыске международном, без прохождения пограничного контроля, провожал, водил их через аэропорт Кишинёв, так же потом их провожал в сторону Украины. Поэтому, уважаемый мусор Паша Войка, Паша, только за то преступление, а есть некоторые другие, которые я держу в загашнике, я не такой ботаник, как Пас и вся эта жёлтая сегодняшняя власть. Рано или поздно ты сядешь, Паша. Ты сядешь, потому что ты преступник и на твоей роже лысой, товарищ Войку, и курс доллара, и евро, тебе всё равно, кого крышевать. Наркобарык, каких-то бродяг, каких-то грабителей. Ты крышевал и участвовал в моём похищении. Хотя некоторые говорят покушение. Моя информация, что это было всё-таки похищение, а не покушение. Значит, ты, Паша, мусор брал за это деньги. И тебе всё равно, с кого их брать. Поэтому ты сегодня и в муниципальном совете, поэтому и Гриша с тобой ещё пока в Москве разговаривает. Да, ты сейчас думаешь, как отказаться от мандата и осенью уйти из совета, потому что ты понимаешь, что все вот эти бригадные истории, они как бы плохо закончатся. Но никогда не называй себя генералом. Ты генерал, потому что за пару коробок сигарет тебе генерал отдал до дон. Вот поэтому ты генерал. Ты не генерал. Сегодня есть младшие лейтенанты, сержанты и рядовые люди, которые намного выше тебя. И по чести, и по совести. Особенно, если говорить за честь офицера. А ты просто мусор-контрабандист. Поэтому все истории, в которых ты был вовлечён, господин Войко, и выходишь сегодня с какими-то комментариями, у того не было штрафа, группировка усат, тебе не стыдно? Ты сегодня на подсосе у Болгара сидишь, рассказываешь мне про борьбу с коррупцией, про борьбу с бандитизмом. Подсосовец. Был пылесос, станет подсос. Или отсос. Как вам больше нравится. Значит, но вся эта история, на самом деле, ребята, очень грустна. Потому что то, что происходит сегодня в стране, то, что сегодня они делают. Ещё раз, в Бельце Марошан приехал, как торпеда Гриша Болгаров и там двух капитанов с Москвы, их кураторов, где они стучат и шестерят. Вспомните, Болгар тот, он написал на меня показания, дал за то, что организаторы ландромата. Это тоже было важно в предвыборной кампании. Значит, они не приехали строить Бельце. Они не приехали строить страну. Они приехали торпедами и провокаторами и против меня, и против всех бельчан, и запомните, что вы в этом убедитесь. 22 мая, на день города, я приоткрою скобки, первая провокация была тогда, вернее, очередная, не первая, когда подошел там кто-то из солдат Марошана, начал меня провоцировать. Я выходил с примарами, с представителями дипломатического корпуса из здания примарей, в это время подошел какой-то отчет, и там про меня, наркоман, наркоман, в это время подбегает Марошан, да мы тебя закопаем, живем, бак-бак. То есть, он просто провоцировал, зная особенно, что я эмоциональный, он ждал просто, что я ему дам по-мужски и правильно сделаю, и потом заголовки, Ренат Усатый избил там муниципального советника и так далее, плюс со мной было пять человек охраны, ребят, просто бы они остались там на асфальте. Ребята знают, охрана пыталась мешаться, не лезть. Я просто ему сказал, что ты тут кричишь? Марошан, еще раз, чтобы вы понимали, не только на персочнике мошенник, это человек, где он и его бригада участвовали в везбениях людей. Только одна ситуация вам расскажу в Москве, когда женщине, женщине, толпой разбили оружием голову. Это был просто вооруженный грабеж, где почти все кенты Марошана более двух лет сидели в тюрьме за вот это вооруженное нападение. И отпустили их тогда в 20-м году по тому, что приехали в Молдавю и разобрались с высадом. Послушайте, но дальше я эти выходки точно терпеть не буду. Ребята, сегодня их счастье, что все, что они творят в Бельцахе и в стране, это то, что есть сегодня желтая власть, которая в борьбе с коррупцией и такими негодяями разбирается так же, как в кораблестроении или там отправить первого космонавта в космос. Дальше. Почему это очень важно? Есть парень-социалист, Адриан Албу, бывший кандидат примары Кишнева, человек, который я называл порядочным, считал порядочным человеком. У меня с ним общие знакомые, приятели. А я знаю, что он воспитанник Зинаида Петровна Гречана, знаю, что работал в Чиня. Меня даже, когда спрашивали в компании, ребята, вот есть социалисты-подонки, как Дадон, Пухлякит. А есть, как бы, нормальные, и как бы, приводил пример вот этого Албу, да, потому что в партии, в каждой партии есть нормальные ребята. Но, Адриан Албу, после того, как тебе позвонили из Москвы, и просто ты, подслужу Советскому Союзу, вышел такой же бред нести по телевизору, что Мурашанов, фостагрессат, на него напали, группировку, вам не стыдно? Ладно, там, Богдан Цирдев, Богдан политик всю жизнь, ну, вправо-лево топить, там, нести одно-другое не проблема. Ну, ты называешься офицером. Ты знаешь лично, что я думаю про тебя. Но неужели ты дождался до того, что станешь таким же мусорилой, как и Войку? Я, если честно, не ожидал, потому что я смотрел, как ты по заданию там отстаивал этого Мурашана. И главное, Дадон, успокойся, Игорь Николаевич Дадон, и ты, и твой партнер Гриша Болгар. Послушайте, ты думаешь, что ты взял Мурашана пугать Усатого? Или Гриша там тебе рассказал какие-то боевики, как он сам придумает боевики, сам тебя потом спасает и так далее? Я понимаю, что, Дадон, ты не можешь жить один. Ты никогда не жил один. Ты всегда, Дадон, привык быть под кем-то, быть кем-то ведомым. Тебе неважно это был там. Владимир Николаевич Воронин, без которого ты не мог пойти в туалет, потом ты полностью там лег под Плохотнюка, потом нет Плохотнюка, ты решил сегодня там служить Грише, послужить, Дадон. Я понимаю, что ты не можешь один. Тебе всегда нужен был кто-то. При Плохотнюке, я даже помню, у вас Киркоров был один на двоих, понимаете? А сегодня что? Ты решил устроить Дадон сериал Бригада? Потому что эти твои Марошанос из Гриша, они больше подходят под сериал Щеряда. Щеряда на Молдавском стадо. Бригада была, которая показала, что не боится ни Болгара, ни Дадона, ни всех вот этих их там авантюрных комбинаций. Игорь Дадон, ну ты был просто кульком. Останься кульком, чем станешь каким-то блатным кульком. Оставь их в покое. Как Дадон радовался, чтобы вы понимали. Он десятки людей обзвонил, когда задержали Марошана. И его спрашивали там, что, как, что это было, там, Игорь Игорь объяснил. И взял одного бандита у Кармалака, так, чтобы занимался усатыми и так далее. Нам нужны свои бандиты в партии. Больной человек. Дадон, сегодня 2024-й. Не 1994-й, 2024-й. это у тебя такое укрепление партии? Или ты думаешь, что там ты как-то охрабрешь этим своих заднеприводных депутатов, которые уже без твоего разрешения даже ходят депутатом пасного? Для чего ты этого делаешь, Игорь Николаевич? И ты хочешь идти на президентские выборы со всем этим багажом? Про твой багаж и про твою борьбу поговорим в другой раз. Про Сададон. Ещё раз. Любая провокация твоя, дяди Гриши твоего и так далее, она у вас просто не пройдёт. Плюс дураков сегодня в стране нет. А если вы думаете, что сегодня вы можете уже дурачить людей для того, чтобы историю, которые знают все бельцы, что это между собой были все друзья, они потом переругались, кто-то у кого-то кого-то увёл, привёл. Часть сказала, да не хотим мы быть под Гришей, живи ты там Марошан со своим Додоном под Гришей, а мы под Гришей ходить не будем. И сегодня вы приписываете и говорите, что это группировка Усатого. Послушайте, я как не повёлся на вашу провокацию два строчства, да, есть вещи, за которые уголовно надо будет отвечать, и вы за них ответите. Но я, как Додон, напоминаю, единственный политик, который, несмотря на то, что Игорь Додон мерзкий человек и подонок, я единственный политик, который пошёл в очередь давать на него показания. Я сказал, предугласия со своими врагами разберусь сам. И Додон это знает. Помнишь, Додон, как ты отозвал все заявления в суде, говорит, я не ожидал, я думал Усатый пойдёт меня добивать, а мне тебя чем закопать уголовно, Додон. Но я понимаю, что этим самым я подыграю властям и как бы не хочу участвовать в расправе на тебя. Вот предугласия, и мы поговорим. Но то, чего ты договорился с партией ПАС и с Майосандой, чтобы они не опубликовали по делу энергоком, я точно опубликую. Материал о том, как ты залезал в карман каждому гражданину нашей страны на тему электроэнергии. Короче, давайте этот боевик бригада, он же Шряда, предлагаю закрытым. Я никому не желаю плохого, но перестаньте меня постоянно куда-то впутывать. огромное спасибо. Так, погнали дальше. Значит, доминатор вспыгнул. Журналисты на пресс-конференции спрашивают его сегодня. А как вы комментируете заявление Рената Усатова о том, что работников железной дороги нужно приравнять к бюджетникам, для того, чтобы спасти и сохранить, ребят, именно потенциал специалистов, которые у нас есть, а он на железной дороге ещё есть сегодня. Так как сегодня из бюджета получают врачи, спасатели, работники, которые занимаются строительством дорог в Молдове и так далее, все получают зарплату из бюджета. Я с 2021 года предлагаю эту инициативу. Мне очень жаль, что мы не прошли парламент, и мы этого, к сожалению, не можем сделать. Но этого, заметьте, не делать. Ни партия ПАС, ни социалисты в оппозиции, ни все остальные. Почему? Задавайте им вопросы, когда они придут, рассказывать вам, как они беспокоятся о железной дороге и так далее. Значит, журналисты задали Спыну вопрос. Спыну ответил. Мы, министерство инфраструктуры, не комментирует политические заявления. Алло, Спыну, а я не прошу тебя комментировать. Я вам даю просто дельные бесплатные советы, что нужно сегодня сделать, что не сильно отразится, вообще не отразится, даже на нашем бюджете, который есть сегодня, значит, для того, чтобы сохранить всех специалистов железной дороги к Геомолдову. Дальше. Суд, только спустя несколько месяцев, суд сектора Чентру, значит, дал нам мотивированное решение, почему суд первой инстанции отказал понизить тариф на газ задним числом. Ребята, вы поймите, это просто какой-то беспредел. и сейчас я вам дам буквально несколько цитат. Так. Значит, есть мотивированное решение по газу. 28 страниц воды и демагогии. Это позиция наших юристов. Общий вывод. Решение, которым бы суд обязал применить тариф на газ задним числом является недопустимым вмешательством в полномочия ОНРЕ и комиссии по чрезвычайным ситуациям. То есть, ребят, повышать тариф задним числом это было допустимое вмешательство, а когда я от имени каждого из вас обратился в суд понизить тариф задним числом, это является недопустимым. То есть, допустимым только получается повышать газ задним числом. Напоминаю, это та самая история, когда я взорвал медиапространство и они газ испугались понизить с 29 до 18, хотя параллельный рынок торговал газом от 10 до 14 лет. И все молчали, вы это помните. Мы продолжаем бороться в судах для того, чтобы вот эти миллиарды лей, которые вытащили из кармана каждого из вас, могли бы вернуться к вам, а не оседали в карманах непонятно кого. Так, идем дальше. Значит, Игорь Гросу, вышел с еще одной инициативой, обязать всех опять декларировать подарки, свадьбы, куматрии, брачную ночь и так далее. Ребят, если они считают, что борьбу с коррупцией они построят на свадьбах, куматриях, кто кому там что подарил и так далее, ну, мы точно сегодня никуда не придем. Они пусть лучше задумаются и проведут анализ всего того, что произошло в стране после того, как партия ПАС получила парламентское большинство в парламенте. А сегодня, завтра начнем считать, сколько было гостей со стороны жениха, сколько со стороны невесты, кто кому там дал первое кольцо, второе и так далее. Но это просто бред. Ребят, борьба с коррупцией так не строится. Меня интересует борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. А свадьбы, куматрия, диаспора, колпошить маршрутки, которые возят пакеты с продуктами из разных стран в Молдавию родственникам, из Молдавии там обратно брынзу, какое-то вино отправляют и тем, кто работает в Москве, и в европейских странах и так далее. Но, ребят, ну это как-то ну точно не та борьба с коррупцией, из-за которой за них проголосовала большая часть населения они получили 63 мандат. Мне тут больше всего нравится комментарий, когда вот Усатый продал голоса Майя Санду, поэтому мы имеем сегодня. А скажите, пожалуйста, они за проституцией социалистов с Додону во главе, почему партия ПАС набрала 63 мандата? Столько набирала только партия коммунистов при Воронине. Если Додон руководил так хорошо страной, с партией социалистов и всей его коалицией, с Плахотнюком, с Демократами, с Шором, да он был во всех коалициях, которые были. А, и с тем же ПАСом, и с платформой, да, Блока Кума он тогда назывался. Вот как они руководили, привело к тому, что ПАС имеют 63 мандата. А вам до сих пор рассказывают, как усатый продал. Но не будьте, пожалуйста, баранами. Не будьте, пожалуйста, баранами и перестаньте верить во всю эту чушь и бредятину, которую они несут. Хотя, это ваше право. Я вам высказываю свое мнение. Вы хотите, верьте дальше, решите им, живите всю свою жизнь. А я буду дальше строить остановки. В Бельцах уже построили больше половины из тех, которые я обещал. Детские площадки устанавливаются сегодня под десяток спортивных тренажерных площадок по стране. Значит, продолжаю зарублять озера. Я буду заниматься конкретными делами, теми, которыми я могу сегодня заниматься как бизнесмен. А если я буду занимать ту или иную должность в высшем руководстве страны, вот тогда вы будете уже, как бы, вы будете уже с меня требовать. А сегодня как бизнесмен я делаю то, что могу и то, что я считаю нужным. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то опять считает этот не строй там, не делай это, зачем этот храм Бельцах такой дорогой. Ребят, когда на храмовый праздник Бельц 90% было потрачено моих личных средств, вот я трачу их так, как я считаю нужным. Спасибо. Так, значит, дальше пошли. Так, я вижу, пошли, я вижу, пошли вопросы. на них я начну отвечать, и по возможности буду комментировать остальное. Значит, я объявил, что с 1 июля, со вчерашнего дня в течение месяца бесплатная рыбалка на озере Гидегич, самое большое озеро в стране, после того, как я зарыбил это озеро, всем спасибо за репосты, сотни тысяч просмотров в Фейсбуке, в ТикТоке, в Ютубе, абсолютно везде. Ребят, я знаю, что многие уже вчера поехали, многие сегодня, я к вам в ближайшие дни присоединюсь, ребят, огонь. На самом деле, я хочу, чтобы люди имели эту возможность, может, и сам являюсь рыбаком, но я могу рыбачить в мире там, где хочу, а большинство людей нет, поэтому это сделано именно для них и для вас. Значит, в Бельцах на центральной площади в течение трех недель уже несколько дней отработали, бесплатно карусели установлены. Пожалуйста, бельчане, жители там соседних районов приезжайте, пожалуйста, абсолютно бесплатно, там с утра до вечера работает. Значит, про футбольный городок, значит, 5 июля, как я говорил, под матч 1-8 финала, полуфинал и финал в течение 10 дней, значит, 5 июля открывается футбольный городок и в Бельцах на площади, и на площади в Камрате. Где приходите с друзьями, я буду смотреть футбол вместе с вами на этих же площадках и в Бельцах, и в Камрате. Я полностью проспонсировал, покрыл все расходы, связанные с этим мероприятием. надеюсь, надеюсь, что это частичка, частичка, это маленькая акция, опять же, будет продвигать развитие спорта в стране. И не обязательно футбол, ребят, но это точно лучше, и это очень важно для нас, потому что, когда смотрел статистику, что в этом году, значит, опять подскочило количество людей, принимающих наркотики в стране, вот это просто для меня ужасно. Занимайтесь спортом, любым спортом. Дети в школах, в спортивных секциях, взрослые, пожалуйста, давайте страну без наркотиков. Я когда вижу про вот эти задержания или участие одних или тех в этих наркобарыжных делах, ребят, пожизненное заключение лучше расстреливать при задержании. Это моя позиция, пусть он называют антидемократической, там, антиевропейской и так далее, но эти мрази, которые продают и калечат детей, а многих еще с подросткового возраста, сажая на иглу, кокаин и герейный и так далее, это надо их, я говорю, я бы их уничтожал при задержании. И думайте все, что хотите, про демократию, право на суд и так далее. Это мое мнение. Поэтому футбольный городок, пожалуйста, 5 июля приглашаю вас на открытие и в Бельце, и в Камрад. Еще раз, те, которые меня критикуют, почему не заработал с первого дня, ребят, вместе с техникой, с выступлением там артистов, диджеви и так далее, перед футбольными матчами, после футбольного матча, Бельце и Камрад стоили там около 80 тысяч евро. Если вы такие умные, особенно другие партии, которые критикуют, надо было вам вытащить 80 с кармана и сделать то же самое с самого начала. Я могу себе позволить 10 дней. Если вы меня за это критикуете, ну, критикуйте. Спасибо. Так, дальше вопрос, ребята, ваш. Так, про футбольный городок в Бельцах сказал, также сказал, что будет и в Камраде. Так, Алекс спрашивает, как вы собираетесь распустить парламент в то время, пока существует парламентское большинство ребят? Моя сунду показала, как в 21-м году, технично, аккуратно, используя Конституционную суть, они, она распустила парламент. Поверьте мне, это сделаю более деликатным. И вместе с вами на площади Великого национального собрания. Где, если я стану президентом страны, я подпишу указ о распуске парламента и проведу честный, досрочный парламентский выбор. Так, Сергей Тиков, Facebook, Донорин, надо спросить, пожалуйста, у вас, не только у него национальность, почему, кто этот человек и почему он такой умный. Ребята, я уже высказывал себе. Это человек, который на старости лет просто у него отключился GPS, Waze, Яндекс, Google Maps, его просто несёт. Его несёт никуда. И вот, его можно снять в продолжении фильма «Унесённый ветром», где, например, он там в роли потерявшейся женщины, Марошана может туда живу женихом, Додона нанашкой и так далее. Ну, не спрашивайте меня про этого человека. Я про него высказывал своё мнение и то, что он говорил про женщин, про из насамбляжок, которые танцевали там у Шора в Москве и там путанами, там проститутки в борделе и так далее. Послушайте, за это, но, поверьте мне, мне ещё раз очень жаль, что меня не было в парламенте. Я не являлся депутатом для того, чтобы Уазу на той не надо с ним драться. Просто обмотали изолентой, скотчем, обернули белую, просто не отправили в Костюжино, понимаете? Там укольчик, раз только ему что-то опять, опять укольчик. И вот так потихонечку, ой, ну, я думаю, такие люди неизлечимы. Значит, Ренат, давайте что-то сделаем полезное для Гагаузии. Ребят, я встречусь с примаром города Камрад, сегодня с ним говорил, также, пока будет футбольный городок Камрад. И я обсужу с ним несколько проектов для Гагаузии. И постараюсь встретиться с примаром Чадер-Лунги Анатолием Топал. Значит, и я думаю, что что-то сделаем. Но, хочу напомнить, что даже когда наша партия не прошла в парламент в 21-м году, помните, когда Бибдадон на сцене, найдите видео в Чадер-Лунге, 1 миллион леля Чадер-Лунги, тут вам кто-то дарил брусчатку и так далее. Да, я подарил, брусчатку для жителей города Чадер-Лунги. Я проиграл выборы и брусчатку привез. Спросите, у Топала. А спросите, а что с миллионом лет Дадон? Вы его не получили. Потому что Дадон и в Африке Дадон. Так. Так. Салют Рената, к инвент, ревизу Италия. Ребят. ОСА ЖУНК ШАНДИАСПОРА. АКУМА АБЕНФАРТИМУТ ПРОЧЕСС ПЕНТРОАНИУ ОРГАНИЗАЩАНИЯ, АНЯ ПРИГАДИ ПЕНТРОКОМПАНИЯ, ПЕНТРОПРЕЗДЕНЦИАЛЬ. АСА ЖУНК ШАНРАЙОНИ, ШСИГУРА, САЖУНК ШАНТРЕВИЗАИТАЛИЯ. Так. Так. Георгий Лаш, Светлана, спрашивает, ДОНУ САТА, ОТСПОСКОВРЕТСУ СУССЫНИСПИМА, САНДУЛА РЕФЕРЕНУ, ГАТА ПЕРДИНУ КЛИДА. Но это то же самое, как с подарком домов для геев, когда я сказал им, хотите свадьбы, делайте в Италии, я вам подарю дома. Только в Молдавии не надо легализовать однополые браки и так далее. Все вау-вау. А это дома за 1 евро. Знаете, ну пусть туда едут, размножаются, плодятся и так далее. Не хочу я в Молдавии ни однополых браков, ни розовых, ни голубых и так далее. То же самое здесь. Я сказал, что я готов поддержать референдум, проведение референдума. Если в Моя Санду не участвует в выборах. Потому что этот референдум был придуман для того, чтобы Монапа пыталась выиграть выборы с первого тура. Точка. И я ей ответил, если ты так любишь дом на Санду Европы, и ты так за евроинтеграцию, тебе честное намерение, откажись от участия в выборах, докажи, что это комбинация не по тому, чтобы выиграть выборы в один день. Естественно, президентура молчала, как и на все остальные критики с моей стороны. Так. Ольга Гудеменга. Дадон в течение 20 лет у власти на разных должностях. Какие у него результаты? С кем он был в коалициях? В течение отродаторного предателя? Ну, послушайте. Вот Дадон придёт к вам на встречу, задавайте ему эти все вопросы. Лариса Молдаска. Господин Усатый, вы уверены, что станете президентом нашей страны? Вопрос. Мы за вас будем голосовать, и очень хочется, чтобы наша страна осталась на карте. спасибо большое за поддержку. Но Лариса и все те, кто меня смотрит, вы поймите, меня очень сильно тревожит сейчас. Вот кто-то уже думает о стратегиях, о компании. Не могу сказать, что я об этом не думаю. Я об этом также думаю. Мы должны готовиться к выборам. Но меня больше беспокоят такие вопросы, как, например, то, что только за первые пять месяцев этого года наша страна потратила больше денег на обслуживание внутренних кредитов, которые они взяли в стране, чем на все взаимные займы, которые у нас есть. Вот это страшно. Страшно. Сегодня, когда мы продолжаем производить рабочих для стран Евросоюза, некоторые уезжают в Россию. Страшно сегодня, что родители продолжают воспитывать детей по скайпу. Также и готовить школу к утренникам и так далее. Страшно, что сегодня практически во всех селах остается только большая часть людей пожилые. Есть очень, не так много сел, где сегодня там высокая рождаемость, есть много молодежи и так далее. Страшно, что сегодня никто не говорит про за год конторы. Страшно, что сегодня за полгода, если бы я был у вас, можно было реализовать аптеку, электронную аптеку в каждое село. Страшно то, что любая инициатива Усатого, только из-за того, что я в оппозиции 9 лет, блокируется, и неважно, это парламент или правительство, хотя все эти изменения, я за них борюсь, потому что они нужны вам, каждому гражданину Республики Молдова. Я не борюсь за аптеку в каждом селе, электронную, в здании примарей. Я могу покупать лекарства в любой стране мира, и даже те, которые, к сожалению, зарегистрированы в нашей стране. Это отдельная тема, мы обо всем этом поговорим. Ребят, буду я президентом, премьером или депутатом, или уйду на пенсию, значит, это зависит от вас. Я хочу жить в нашей стране, мне не все равно, кто и как нами руководит. Поэтому, если я хочу жить в нашей стране, я хочу жить дома, то мне не должно быть все равно, кто и как нами руководит. Поэтому я буду бороться. Так. Сергей, если станете президентом, сделайте республиканский стадион для детей, чтобы занимались спортом, как раньше. Сергей, это задача не президента, а правительства. Я как... Но мы обязательно этим вопросом займемся. Нет сегодня в стране человека, в политике, который вложил в спорт, в развитие спорта, больше, чем это сделал я. Разные виды спорта, в разных районах, для детей, для взрослых, для студентов и так далее. Поэтому мы обязательно это сделаем. Но, став президентом страны, ребят, есть следующие важные три вещи, которые я себе обозначил. Первое. Это провести досрочные парламентские выборы и убрать вот этого двуглавого дракона от власти. Двуглавый дракон, это у нас дракон с двумя головами. Желтая голова, это моя сандул. Розовая голова, это Игорь Дадон. Их нужно убирать обоих из политики. Эти два человека должны сегодня проиграть. Вот за это я буду бороться. Проведение досрочных парламентских выборов. Раз. Тва. Реинтеграция страны. Я сделаю все возможное и невозможное, у меня для этого есть четкий план, как добиться реинтеграции страны. Без того, чтобы слушать Москву, Вашингтон, Бруссель и так далее. Я буду это делать в диалоге с жителями левого берега Дмистра. И поверьте, что при мне у нас не будет ни одного конфликта с Гагвозией. И не будет того дурдома, который у нас есть сегодня. И три. У президента есть резиденция в Кондрице. Майю техничка спихнула на содержание правительства. Ребята, в Кондрице сотни гектаров. Там хватит места для самого хорошего пансионата в стране. Для женщин, которые страдают от физического насилия, для детей-сирот, для врачей, учителей и для всех тех, кто сегодня оказался в не самой хорошей ситуации финансовой и не может себе позволить отдых за рубежом. Поэтому санаторий в Кондрице запомните, это будет санаторий, которым вы будете гордиться каждый из вас. Это не будет резиденция Рената Усад. Это не будет резиденция, где Дадон стреляет в вольере кабанов. А когда проигрывают президентские выборы, тащат неводы и вытаскивают оттуда всю рыбу. Это не будет резиденция, которая сегодня стоит, потому что Майя Санду хочет вам показать, что она там скромняшка. Она просто понятия не имеет, что делать с этой резиденцией. Значит, я напишу письмо, на этой неделе, думаю, мы его подготовим, и подам письмо, и предложу, они говорят, что 2 миллиона леев в год они содержат больше 2 миллиона леев расходы. Давайте я возьму в аренду, и там будет бесплатно сегодня пионерлагерь для детей, школьников, одаренных студентов и так далее. я готов оплачивать эти 2 миллиона или 2 с половиной миллиона леев в год расходы на содержание. Без проблем. Увидите, чем они ответят. Скажут, невозможно. Потому что это люди просто, у которых нет сердца. По-другому это назвать невозможно. Дальше. Мне что-то кажется, что прошлый парламент и нынешний одно целое. Ваше мнение. Да у нас почти все такие же на... Да у нас 30 лет почти все все то же самое. Так, Анна Ковальчик, добрый вечер. Как думаете, нам в Москве дадут голосовать? Да, участков будет немного, но я уверен, что они будут. Голосование по поясе сделали только для наших граждан, проживающих США, Канаде и еще нескольких европейских стран. Ренат, правда, что закрылись многие интернаты, где сейчас находятся дети? Вам что-то известно? Я, когда приду в гласе, я сделаю так, чтобы у нас не было в стране ни одного интерната. И чтобы все дети жили рядом с близкими ими людьми. И трагедия таких была как можно меньше в нашей стране. Так. Ионск Курту. Еш гатас и интерзич вон джаврию. Вот он. Диаспору, шедобла, че-то цени пентру, димни тарь, дистат. Хороший вопрос. Насчет запрета НПО. Я единственный политик, который об этом говорил с 2014 года. что эти 90% этих организаций нужно закрыть. Раз. Два. Про двойное гражданство для высших чиновников в стране даже не обсуждается. Простые люди, бизнесмены могут иметь хоть 10 гражданств. Но если люди, которые претендуют на высшее руководство страны, они должны быть гражданами, только гражданами Республики Молдова. про голоса в диаспоре. Значит, ребят, как минимум то, что нужно сразу убрать, это то, что сегодня по просроченным паспортам могут голосовать где угодно и как угодно. А в Молдавии не разрешают. То есть, в Молдавии люди должны вовремя приходить, оплачивать, обновлять паспорт внутренний, загран, неважно. А за рубежом можно с просроченным выданным там 10-15 лет назад 20-20 лет. А что же вы патриот, если вы даже не платите 20 евро для того, чтобы обновить ваш паспорт? Вот это мерзко. Мне говорили, что об этом нельзя говорить слух, это отпугивает избирателей и так далее. У меня не стоит задача покорять избирателей. Уважаемые друзья, у меня стоит задача говорить правду. Спасибо. Так, дальше погнали. Ребята, когда я приду к гласе, ответят все. И неважно они, служили при додоне, всякие там пылесосы, отсосы, или доминаторы Майя Санду либо другие. Поверьте мне, меня интересуют первые несколько десяток они сформированы. И по ним будут нанести жесточайший удар. Они будут бороться передачами, маршрутками, куматриями, свадьбами, как это делают они. Сергей Федорович, Ренат Георгиевич, хочу жить дома и не только я. Очень много людей хотят вернуться домой, жить рядом со своими детьми. Как решить эти проблемы? У меня многих у меня у меня и многих людей есть кредиты, которые нужно платить. Что делать и как решить эту ситуацию? Уважаемый Сергей Федорович, или Федорович, извините. Я знаю, что большая часть людей хотят вернуться домой. Одним из них был я. Я когда уезжал в 2003 году из Молдовы, я понимал, что чтобы вернуться домой нужна финансовая стабильность, независимость, я этого не добился. Очень мало людей вернулось домой. Домой вы вернетесь тогда, когда вы увидите, что государство вам идет навстречу. И не важно это, через открытие государственной авиакомпании подешевеет тарифы, через открытие совместного банка народного с участием государства, где 50% будут у граждан, 50% будут у государства. Потому наши власти платят огромные деньги иностранным банкам, иногда 20-22 про 24% годовых. А почему они платят такие проценты нашим гражданам, которые вкладывают, вкалывают за рубежом, и не важно, в России, в Европе, или другие страны. Потому что они негодяи, и поверьте всех, их кто-то контролирует. Перед вами сидит человек, которого невозможно контролировать. если меня никто не смог контролировать до 45 лет, вот сегодня уже 46. Вы знаете уже, попытки были разных людей, и людей, и негодяев, и подонг. Я буду идти по жизни высоко, смотря людям в глаза, и сделаю всё для того, чтобы исполнить одну единственную свою мечту, которую не смог пока реализовать. Все остальные я давно реализовал. А вот главную мечту я хочу сделать всё для того, чтобы люди в нашей стране стали жить лучше. И вот над этой мечтой я продолжаю сегодня работать. По-другому меня бы сегодня не было ни перед вами, ни в молдавской политике. Так. Значит, скажите, скажите, пожалуйста, о своей поддержке ветеранов 1990-го года. Ребята, есть ветераны локальных конфликтов, есть ветераны Великой Отечественной войны. Значит, ребят, я давно говорил про Единый День ветеранов. Я давно говорил про Единый День ветеранов, это должен быть официальным государственным праздником в нашей стране. Потому что у нас есть очень много ветеранов различных локальных конфликтов и различных войн. Почему этого не сделать, я не понимаю. Так. Андрей визирую до нас это ладось пока в поле конца. Ребят, давайте такие вопросы будете задавать мне, когда я буду в власть. Я так и начал об теря. Да, ценившин, антребарь. А кума, очистин, антребарь. Адресация, рестри, гувернер. Волнился, месс, фрумас. Так. Просто ребята делают скриншоты в комментариях вопросов и отправляют мне, чтобы я вроде бы ничего не упустил. Опять про УАЗа Мунтуя, опять про сегодняшнее парламентское большинство. А, про про ситуацию в Бельцах. Очень важно. Ребята, я хочу, чтобы все бельчане знали об этом. Обращаясь ко всем бельчанам и к нашим активистам, которые смотрят Бельцы, вырежите, пожалуйста, эту часть видео, опубликуйте на своих страницах, на бельской странице нашей партии. Я хочу, чтобы бельчане знали правду. Значит, итак, где оно? Значит, 20 июня было заседание Бельского муниципального совета. Председателем этого конкретного заседания был глава фракции ПАСМАЯ САНДУ Юрий Бешлил. Значит, в нарушении закона он отказывается сегодня подписывать решение совета по уточнению бюджета, потому что только советники ПАС и ПАСРМЭ, опять ПАС, ПАСРМЭ, ПАСРМЭ, ПАС, желто-розовый мир, желтый-красный, вернее, становится в голубой-розовый. Значит, они не были за. Значит, они почему блокируют это, ребят? Потому что примарь нашел финансовую возможность профинансировать начало работ по строительству дороги по улице Доватора. С одной стороны, СПАНУ говорит, пусть примарья начнет строить, а мы потом поддержим. Значит, и правительство добавит половину средств, а с другой стороны, его же фракция СПАНУ, ну, то есть, желтый в Бельцах ПАС, значит, просто блокирует любую инициативу. И социалисты вместе с ними заодно. Значит, я хочу, чтобы вы понимали, что вот это уточнение бюджета, значит, нужно оплатить сегодня, например, уже за проведенные работы по устранению аварии на улице Киевская. Значит, дальше, оплата, затрат на сигнализацию для военного центра. 811 тысяч лей на выплату муниципальных стипендий, это по 750 лей получают у нас одаренные дети стипендию. Дальше, проведение оплаты спонсорских денег, которые выделяли на какие-то мероприятия на День города. Значит, премия для педагогов года на проведение конкурса современных танцев. Ребята, вот еще раз, партия ПАС и социалисты, смотрите, чем они занимаются в Бельцах. И пока они критикуют меня и говорят, вот усатый бросил город, он ничего не делает. Бросальщики, сегодня уже устанавливается шестая или седьмая современная остановка из Нержавейки с автономным освещением. Значит, за Рыблино озеро делаются другие проекты. Значит, в этом году я выйду потом с отчетом. А вообще, лучше всего я поеду на все объекты, которые были построены лично за мои средства в этом году в Бельцах. Ладно? И я запишу оттуда видео, и Бричане пусть дают оценку. А вот эти, которые вас просто сегодня дурманят с утра до вечера, к сожалению, они просто сидят баламутят в воду. Значит, вроде бы ничего не пропустил. Виталий просит, когда усатый станет президентом, запретить вырубку деревьев, иначе Молдова превратится в пустынь. Правильно, ребят? Может, и в этом не разбираться. Они сажают вот такие пиздюшки. либо веточки, либо желуди. А сажать нужно сформированные деревья сегодня. И этот проект озеленения, поверьте мне, точно под моим руководством наберет совсем другие обороты. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за поддержку, за ваши репосты, потому что благодаря вашим репостам это видео может видеть максимальное количество людей. Напоминаю вам, значит, 5 июля увидимся в Коврате и Бельцах на открытии футбольного городка. Все рыбаки с 1 июля по 1 августа. Гигигич, озеро ждет вас на бесплатную рыбалку. Там есть и судак, и амур, и карась, плюс полторы тонны крупных карпа от 1 до 3 килограмма запустил. Приходите. Я буду заниматься политикой конкретных дел и делать все для того, чтобы люди в наше трудное время, я бы даже сказал, очень трудное время, напряженное время, просто люди могли как можно чаще улыбаться. И не важно это дети, взрослые, или наши любимые, уважаемые совсем взрослые пенсионеры. Обнимаю вас всех, хорошего вечера, села в правне, я буду идти до конца. Надеюсь, что вы со мной, а те, кто не с нами, ребят, предлагаю вам тоже лучше заняться каким-нибудь делом. Не обязательно вместе со мной командой нашей партии. Главное делом займитесь. Люблю всех, обнимаю, села в правде, хорошего вечера, пока.